В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Юбилейная конференция. В Сарове прошли 10-е ежегодные серафимовские чтения. Профессиональный праздник журналистов. 13 января отмечается День Российской Печати. Еще одна победа. Хоккейный клуб Саров в домашней матче обыграл команду Изурения. Далее расскажем обо всем подробно. В Сарове прошли юбилейные 10-е ежегодные серафимовские чтения. В них приняли участие 178 школьников и дошкольников из разных регионов России. В Саровской православной гимназии работали несколько секций, на которых участники чтения презентовали свои доклады членам жюри. Еще одна секция видеороликов проходила в Духовно-научном центре монастыря. Подробнее о ее работе наш следующий репортаж. С каждым годом число участников серафимовских детских и юношеских чтений растет. Интерес к ним проявляют школьники из Москвы, Курска, Перми. В этом году они представили свои работы, посвященные истории России и православия, жизни с подвижников церкви и поиску духовных ценностей. Традиционно высоких результатов на чтениях достигли ученики Саровской православной гимназии. В том числе они стали лауреатами первой степени в секции видеороликов. История одного урока творческого коллектива восьмого класса гимназии снята по мотивам рассказов о войне Саровской актрисы Инессы Шевцовой. Ребята вместе с родителями постарались отразить тему, раскрыть тему милосердия. И очень приятно, что ребята обратились к истории нашей страны. В этом году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Поэтому ребята связали тему милосердия с историческими событиями нашей страны. И достаточно глубоко раскрыли эту тему. Работа еще одной ученицы Саровской православной гимназии Александра Васляева и ее одноклассников получила спецприз канала «16». Видеоэссе под названием «Элон» посвящено человеческому одиночеству, жизни в мире формальности и порокам, и добродетелям поиску внутренней свободы. Сценарий, по сути, это мой рассказ, который я написала для конкурса еще одного. Моя учительница прочитала его, сказала, что это было бы неплохо снять. И весь наш класс просто скооперировался и решил, что это было бы интересно, чем снимать какую-то довольно простую банальную идею. Их работа интернациональна, считает Александра. Эта история может произойти в любой стране мира. Отличительная особенность ролика – название и звуковое сопровождение на английском языке. Когда английский язык уже становится универсальным для всех стран, для всего населения мира. И то есть, ну, по сути, он сейчас уже очень внедрен в нашу речь, в наши мысли, в наше письмо. То есть много слов заменены на более простые английские. И, по сути, в рассказе это также является одной из уже меньших проблем, что английский заменяет наши русские слова, становится на первом плане в жизни людей. Подробнее о том, как проходили юбилейные детские и юношеские чтения, расскажет директор Саровской православной гимназии в ближайшем выпуске программы «Актуальное интервью» на канале 16. К другим новостям. Жалобы на шумных соседей, потеря паспорта, мелкие кражи из магазинов. Новогодние праздники прошли в Сарове относительно спокойно, сообщили сотрудники правопорядка. Что касается обстановки на дорогах, то ДТП с постадавшими не было зарегистрировано. Однако более 10 человек попались пьяными. В их числе было несколько тех, кто повторно сел нетрезвым за роль. Чем еще запомнились минувшие праздники сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Серию краш из продуктового магазина совершил молодой саровчанин. На протяжении трех дней он воровал алкогольные напитки и стейки из горбуши. Ранее гражданин уже привлекался к ответственности, поэтому его удалось быстро опознать. Здесь сидит служба безопасности, смотрит камеры, у них висят уже портреты людей, которые периодически захаживают. По одному эпизоду установили личность, а дальше уже, просмотром камеры видеонаблюдения, установили еще его эпизоды. Возбуждено уголовное дело. В дни новогодних праздников сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим несения службы. С 1 по 12 января зарегистрировано 6 ДТП с материальным ущербом. 12 нетрезвых водителей были задержаны в первые дни зимних каникул. Показательна была ночь с 6 на 7 число, когда за ночь, за дно, было выявлено 4 водителей в состоянии алкогольного пенения. Это уже после 12. Вот один из них повторный. Но выявлять мы начали нетрезвых водителей, прямо начиная с 1 числа. Первый нетрезвый водитель в этом году был задержан на улице Павлика Морозова. Помогали сотрудникам ГИБДД обнаружить нетрезвых водителей, жители нашего города, сообщая по телефону 60522. Еще четырех пьяных граждан за рулем дорожные инспекторы поймали уже после праздников. С 10 вечера 18 января до 3 утра 19 января на пруду Боровом будет оборудована площадка для крещенских купаний. Специалисты Департамента городского хозяйства провели исследование дна, проверяли микробиологические характеристики воды. К полынье сделают подходы. Будут организованы дежурства медиков и спасателей, места для переодевания и обогрева. Крещенской ночи дополнительно расчистят дорогу к родникам серебряные ключи. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчам проконсультируют по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Задать все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии 8 831 435 3167. На звонки будут отвечать специалисты Министерства здравоохранения Нижегородской области. В это воскресенье на лыжной базе пройдет Всемирный день снега. По традиции праздник станет одним из главных зимних событий нашего города. Саровчам приглашают попробовать свои силы в конкурсе снежных фигур. Поучаствовать в спортивных состязаниях на самый длинный спуск с горы. Русскому хоккею и зимнему дартсу. Также гостей праздника ждет встреча с именитой лыжницей Анастасией Седовой. Всемирный день снега начнется на лыжной базе в 10 часов утра. Приглашаются все желающие. Художественная галерея приглашает Саровчан на примеру документального фильма «Гоген». Эта лента познакомит зрителей с жизнью и творчеством выдающегося живописца Поля Гогена. Ценители искусства смогут перенестись в Лондон, чтобы попасть на эксклюзивную экскурсию по выставке «Портреты Гогена». Сразу после ее открытия в Национальной галерее. Экскурсию проведут кураторы выставки и приглашенные гости. А крупные планы и новые знания позволят глубже понять творчество Поля Гогена. Показ очередного фильма из цикла «Арт-лекторий в кино» состоится в четверг, 16 января. Начало в 6 часов вечера. Билеты в кассе галереи. Для лиц старше 12 лет. 13 января – День российской печати. Это праздник работников средств массовой информации. Журналистов печатных изданий теле, радио, компаний, сетевых журналов. Во всем многообразии особое место в мире СМИ занимает православная журналистика. Какие проблемы она освещает? Чем отличается от светской журналистики и кто ее герой – расскажем далее. В профессии журналиста Биана Курякина уже 25 лет. Начинала работать в муниципальной газете. И всегда у нее было желание писать на православную тематику. Потребность в церковном СМИ у города есть, считает Биана, так как это значимый сегмент в городской жизни. Церковь должна иметь свою площадку для освещения насущных вопросов. В нашем городе это сайт православных Саров, одноименные газеты и соцсети. Все это создавалось по инициативе женщины. Сайт у нас с 2007 года существует, в обновленном виде своем нынешнем, с 2009. С соцсетью занимаюсь пару лет всего последних. А газета у нас с 2011 года. Газета наша «Восемь полос» издается два раза в месяц. Распространяется по приходским храмам в Сарове и в Дивейском районе. И по некоторым точкам, где много людей проходит. Это медицинские учреждения, администрация, дом ученых, деловой центр. Вот туда раскладываем. Православная сфера очень специфична. Чтобы успешно работать, надо владеть терминологией, разбираться в событиях и церковной жизни. Неподготовленный журналист в храме может просто не понять, что происходит, и наделать ошибок в подаче материала. У православного журналиста свое мировоззрение, и о церкви он пишет с любовью. То есть не ищет как бы жареных фактов. Православная журналистика в городе начала развиваться в период возрождения храмов. И сайт с газетой – своеобразный архивный источник. В нашем городе церковь занимается социальной работой. Это обширный пласт. И все мероприятия освещаются на сайте и в газете. Есть в православном Сарове и обратная связь с читателями. Это происходит в соцсетях. Все интересующие вопросы направляются священникам и затем публикуются. Вот мы пишем как для прихожан, так и для людей, интересующихся православием. Таких очень много, которые, может быть, не часто бывают в церкви, но с интересом следят за событиями. Это множество молодых семей, у которых детки, и они приобщают их к церковной жизни, вот воскресной школы. В подготовке номеров помогают прихожане. Присылают фотографии и тексты с интересных событий и поездок. Оказывают посильную помощь в издании газеты. Это вдохновляет и мотивирует. Ведь главное для журналистов православного Сарова – это создание радости после прочтения. Воспитанники отделения музыкальный фольклор детской школы искусств номер 2 стали победителями и призерами 5-й международной ассамблеи искусств «Рождественские звезды Кремля». По результатам конкурсного прослушивания солистов образцового ансамбля «Народные песни горницы» наградили диплом милоретов 1-й, 2-й и 3-й степени. Подробности далее. В первых числах января воспитанники детской школы искусств номер 2 побывали на очередном конкурсе. На этот раз они представляли наш город на 5-й ассамблее искусств «Рождественские звезды Кремля». Помимо конкурсного прослушивания, в программу входило обсуждение выступлений юных артистов за круглым столом с экспертами. По словам Ирины Оськиной, это был конструктивный разговор на равных. Они, как сказали, что в каждом участнике, в каждом творческом коллективе они должны увидеть потенциал. Потенциал есть у этого ребенка или коллектива или нет? Соответствует он или не соответствует? О чем они потом говорят каждому руководителю, преподавателю? На конкурс ездили 8 вокалистов горницы. По результатам прослушивания номинации «Народный вокал» коллектив стал победителем. В категории «Соло» юные артисты также привезли дипломы лауреатов различных степеней. Второе место заняли Анастасия Забродина и Полина Полшкова. Для обеих девочек это первое конкурсное выступление и самое сложное было справиться с волнением. Когда я вышла на сцену, мне стало... Я как-то вошла в эту песню, прожила ее и пыталась ее рассказать. И мне это получилось, мне кажется. Выступление Полины помогло совладать с собой и Насте Забродиной, которая должна была выйти на сцену следом за Полиной с песней, как Иванова гости. Снаружи это не было заметно, что она волнуется, что у нее внутри что-то вообще вот так вот она дрожит. И я смотрю и думаю, вот как она так делает. Я же тоже так, получается, могу. Но я попыталась. Образцовый ансамбль «Горница» регулярно представляет наш город на конкурсах и фестивалях различного уровня. Участие в ассамблее стало особенным как для юных вокалистов, так и для педагога. Члены жюри не только оценивали выступления, но и давали практические советы. Ирине Зидулаевне рекомендовали применять на занятиях упражнения по разгрузке плеч и позвоночника. Рекомендация больше заниматься над техникой, вокальной техникой, определенной вокальной техникой. И я это услышала и взяла на свое вооружение. Что я взяла на свое вооружение? После победных поездок на конкурсы и фестивали солисты «Горница» решили сделать передышку и полностью окунуться в образовательный процесс. По словам Ирины Оськиной, ее ученики должны набираться знаний, которые формируют полноценного музыканта-вокалиста, а также пополнить репертуар новыми композициями. Забили в три раза больше, чем соперники. В рамках второго круга чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги среди мужских команд хоккейный клуб «Саров» принял на своем льду спортсменов из Урения. После ничей в первом периоде «Саровчане» усилили нападение и вырвались вперед. Уренцы уже не смогли догнать своих соперников. О том, как проходила встреча девятого тура, расскажем далее. Матч между командами «Саров» и «Урень» был знаменателен не только количеством забитых шайб, но и травмами. Играли жестко. Двум игрокам «Урений» понадобилась медицинская помощь. Во втором периоде спортсмену разбили нос. В третьем хоккеист повредил колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Уже в первом периоде было ясно, что обеим командам нужна победа. Соперники пытались изо всех сил завладеть преимуществом. Хотя численность команды из Урения была вдвое меньше, «Саровчанам» не удалось сразу сломить их сопротивление. На перерыв игроки ушли со счетом 2-2. Плохо настраиваемся. Просто видим, что два звена и думаем, что сейчас на одном коньке обыграем. Такого не бывает. Это в высшей лиге. Все равно, пускай первый период, но они сопротивляются. Лишь к середине второго периода наши игроки смогли пробить защиту уренцев. «Саровчане» усилили нападение, атаковали ворота соперников и с разницей в несколько минут забили три гола. «Игра более-менее была такая равная. Два периода дошли на равных силах, а потом стали, допустим, ошибки и пропустили». Подводя итоги игры, тренер «Саровского клуба» отметил хорошую игру соперников. Несмотря на травмы и нехватку игроков, они достойно сражались за победу. «У них не было ряда игроков. Там, наверное, 3-4, может, 5 человечков. Я думаю, что неплохая команда. Если плей-офф подойдет, она попадет в плей-офф, всех соберут. Я думаю, что они дадут бой любой команде». В третьем периоде хоккеисты из Урини смогли отыграть только одну шайбу. Наши игроки почувствовали усталость соперников и забили еще четыре гола. Итог игры 9-3 в пользу Сарова. С результатом в 14 очков наши спортсмены занимают четвертую строку турнирной таблицы. «У нас всегда лучше нападение. Мы очень много пропускаем. Защита у нас немножко как бы страдает. Но сегодня тоже три гола неплохо». Следующий матч саровчане проведут 18 января на выезде. В Таншаево они скрестят клюшки с команды «Старт», которая набрала в чемпионате 17 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин